Квартиры на интернациональной 13 деливает не первый год. Но в этот раз воды после дождя натекло столько, что жильцы не знали, как справляться с ситуацией. Рязанец Павел Борисов написал стихотворение о том, что люди уже неоднократно обращались в управляющую компанию, но там на проблему вовремя не отреагировали. Это что же получается? Это как же так выходит? Я плачу за капремонт, а меня еще и топят. Падают в копилку бабки, а в квартиру капли. В этой квартире на восьмом этаже вода залила ванну, кухню и туалет. Здесь подвесные потолки. Что теперь под ними, неизвестно, осталась ли там вода или нет. Павел говорит, что такую ситуацию нужно было бы избежать. И в этот раз такой потопки их раньше не было. Уже затопило телевизор на кухне, уже там с подвесных потолков везде все просто капает, льется. И ладно бы такая ситуация произошла как бы лично со мной просто в моей квартире, но тут меня это вывело на такие эмоции, потому что мне маму жалко, что она и так у нее работа, она уставшая. И вот еще ей приходится заниматься вот этими вещами, потому что какие-то люди не выполняют свои прямые обязанности, вот так скажем. И поэтому, ну не знаю, вот как крик души такой был, что ли, я решил вот этот вот стих записать, пока ехал сюда вот к родителям помогать просто. Ну как-то накидал что-то и думаю, типа, ну вот запишу, типа выложу, пусть люди знают, пусть оценят. Ну как-то так получилось. Для того, чтобы избавиться от сырости, люди используют обогреватель. По словам жильцов, в квартирах появились мокрицы. Обои от стены отходят, а это значит придется делать ремонт. Обращались мы в ЖКО неоднократно. У нас несколько лет это уже продолжается. Текла вода только вот в туалете. Вот, якобы они приходили, крышу нам сказали, что отремонтировали. Вот, ну как сильные дожди льет опять все. То есть бесконечно. А в этом году досталось нам, что как бы в трех комнатах, так скажем, да, туалет, ванная и кухня. Все заливало и даже было просто бесконечно. Мы воду эту собирали. Смысла не было вообще вот тут даже находиться, потому что ее собираешь, а она льется. Все вообще льется, невозможно. А из чего такая проблема в случае? Проблема, потому что ливневка у них сломалась. Мы позвонили в ЖУ-11. Там нас заверили, что причин для волнений больше нет. Сейчас ее мастер уточнил, а он сказал, прочищена ливневая канализация. То есть больше протячек таких не будет, да? Нет, такое не повторится. Насколько качественно была проведена работа, покажет ближайший дождь. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».